Зелёная весна. Одноимённая ежегодная экологическая акция стартовала в Неницком округе. Её проводит региональный ресурсный центр добровольчества. Жители округа могут самостоятельно выбрать любое место в своём населённом пункте и привести его в порядок. В связи с ограничительными мерами в этом году акция продлена до 30 сентября. Ольга Русул расскажет подробнее. Волонтёр Глеб Мариничев взял в руки грабли. Юноша задался целью привести в порядок городские клумбы. Такие акции, как «Зелёная весна» объединяют людей, вселяют такой дух, силы и на самом деле объединяют и показывают, насколько мы все связаны, каждый добрый в душе человек. По задумке организаторов Неправительственного экологического фонда имени Вернадского и Всероссийского общества охраны природы, проект способствует развитию и распространению экологической культуры в России и формированию социально-ответственного общества, живущего в гармонии с природой. Любой желающий может принять в ней участие. Можно выйти, собрать мусор вместе с соседями или друзьями. Можно высадить любые растения, деревья, кусты, цветы. Можно заняться благоустройством. Если вы вдруг сидите дома и находитесь на самоизоляции и не можете принять участие в субботнике, то можно даже сделать с детьми огород на окне. И это тоже будет замечательно и здорово. Во время субботника необходимо соблюдать меры безопасности, социальную дистанцию, использовать индивидуальные маски и перчатки. Помощь в реализации проекта окажет ресурсный центр поддержки и развития добровольчества в Ненецком округе. Если есть необходимость, например, если это волонтеры, которые готовы выйти и убрать любую общественную территорию, мы можем предоставить мусорные мешки, можем предоставить перчатки, мы можем связаться с чистым городом, например, для того, чтобы сообщить, где мусор находится, его вывезут. Такую помощь мы можем предоставить. Кроме того, в рамках Всероссийского экологического марафона «Зелёная весна-2020» проводится второй творческий конкурс «Я участник зелёной весны» и экологическо-патриотической акции «Великая победа и зелёная весна». Гордимся прошлым, ответственно перед будущим. Приуроченная Году памяти и славы в честь 75-летия победы Великой Отечественной войне. Все желающие могут зайти на сайт организатора, скачать оттуда бланк и написать такое некое послание потомкам в 2045 год. Организаторы акции эти послания соберут в единую капсулу времени, и она будет скрыта 9 мая 2045 года. Содержание письма может быть совершенно любой направленности – патриотической, экологической, просто призывы беречь природу. Организаторы мероприятия обращаются к жителям округа с просьбой принять участие в экологическом субботнике и разместить соответствующие фотографии в социальных сетях с хэштегом «Зелёная весна-2020» на О.